Про преимущество размещения резидентов на территории промышленных парков мы, в принципе, уже говорили. Вот с точки зрения республики, с точки зрения региона, да, или, допустим, данного конкретного муниципалитета, муниципального образования, преимущество создания парков следующее. Вот посудите сами, да. По большому счету, все предприниматели приходят к руководителю администрации муниципалитета, да, к главе муниципального района с одним и тем же вопросом. Собираюсь открыть производство, дайте земельный участок, обеспечьте подключение к сетям электроснабжения, газа, желательно еще тепла, а скважину, допустим, там я сам пробурю, там, и буду в воду. А уж куда я буду все это дело сливать, обычно все это, что называется, не оговаривается, да. Но, по сути, эта работа не в белую, и она до первого выезда экологической службы, до первого правонарушения, да, в экологической сфере. По сути, это не будет соответствовать неким санитарным нормам. И фактически промышленный парк, это выход из этой ситуации, земельный участок резиденту предоставляется, кому нужно, пожалуйста, земля, строй на ней свой корпус, да. Кому нужно, девелоперская компания построит корпус и предоставит ему в аренду или продаст, да. А вот уже все необходимые подключения, сети, электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, утилизация стоков, утилизация ТБО, твердых бытовых отходов. Эта проблема, в принципе, за производственную компанию уже решена. То есть, девелоперская компания или частная, да, или государство уже вложили в создание такой инфраструктуры, таких сетей, и предлагает ему фактически уже использовать ее на бесплатной основе. Ну, то есть, предприниматель платит только за киловатты, кубы, калории, да, то есть, килограммы там или кубические метры там сброшенных отходов, чего. То есть, фактически, за текущее свое потребление, использование ресурсов, а вот уже плата за присоединение к этим сетям, как правило, не взымается. А в обратном случае предпринимателю пришлось бы за все это платить самому и фактически у главы муниципалитета все это истребовать. Помогите поработать с газовой компанией, с сетевой компанией, да, получить вот эти все подключения. Фактически, промпарк избавляет от этих вопросов, поэтому муниципалитету одна из причин выгодно этим заниматься, организовывая все предприятия в связочке на одной площадке, предоставляя сразу им всем то, что они у него запрашивают по отдельности, да. Второй момент – это, безусловно, создание рабочих мест. Потому что, скажем, если предприниматель приходит и спрашивает земельный участок, и, например, земельный участок ему не нравится или что-то, он может уйти в другой район, да. Размещаясь на территории промышленного парка, в принципе, происходят определенные якоря. То есть, рабочая сила не размывается, и бизнес из района тоже не размывается. Он концентрируется в районе, да, и причем синергетический эффект в промышленном парке самый высокий. То есть, эффективность ведения бизнеса на территории промышленных парков, доказанного для производства, компания очень высока. И сюда же стремятся логистические компании, которые хотят предоставить свои склады в пользование, да. Сюда стремятся и компании общественного питания, которые хотят кормить сотрудников, да, промышленного парка. Сюда стремятся и компании, которые занимаются предоставлением жилищных услуг, да, мини-гостиницы и так далее. Сюда стремятся сервисные компании, коммунальные и частные компании, которые хотели бы стирать спецодежду, которые хотели бы убирать территорию, вывозить мусор. То есть, в принципе, здесь малому бизнесу на территории парка, как правило, находится много возможностей для развития, да. Чем, скажем, работать по отдельности с каждым из предпринимателей, там, на разрозненных площадках. То есть, и для бизнеса малого-среднего, и для района это, в принципе, выгодно. Я уже не говорю о таких вещах, как налоговые поступления в казну, да, то есть муниципального района. Поэтому, фактически, приземляясь на данной площадке, может быть, первые, там, год, два и три муниципалитет не получает отдачи от федеральных налогов, да, таких, как налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество. Потому что предприниматель еще пока строится, прибыль не генерит, а налог на добавленную стоимость на инвестиционной фазе не платится. Но зарплата-то ведь уже начисляется, и налог на доходы физических лиц и взносов в социальные фонды, они уже отчисляются. То есть, происходит еще и пополнение казны. Поэтому преимуществ как для резидентов, так и для муниципалитета, для региона в целом весьма и весьма много.